Давайте, церковь, мы коротко помолимся за Слово, которое будет перед нами. Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что мы можем быть в Твоем доме. Мы очень благодарны Тебе за то, что мы можем слышать Твое Слово. Слово, изменяющее и преобожающее нас изнутри. Слово, которое не остается тщетным, но исполняет то, ради чего Ты его послал. И мы молим и просим Тебя сегодня, Господь, пусть это Слово исполняется в нашей жизни. Пусть эти обетования, они исполняются в нашей жизни. Благослови сегодняшнюю проповедь во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, драгоценные. И сегодня моя проповедь, она будет называться очень просто. Она будет называться «Что дальше?» Что дальше? И знаете, это не только про это время. В принципе, человек всегда склонен к тому, чтобы заглянуть немножко дальше. Хочется увидеть, что будет впереди, какой будет завтрашний день. И знаете, я, готовясь к этой проповеди, просто написал в поисковике в интернете одну простую фразу. «Что нас ждет впереди?» И мне выдало штук сто статей разных, штук десять разных книг, что нас ждет впереди. Большинство из них вообще неоптимистичные. Все будет плохо, все пропало. Знаете, но я хочу сегодня сказать об одной важной вещи. И, между прочим, прогноз погоды, знаете, когда мы смотрим прогноз погоды, это тоже такая попытка заглянуть немножко вперед. А что же будет, как же там сложится завтра? Я не говорю, что это плохо. Я говорю о простой такой склонности человека немножко все попытаться предугадать. И знаете, но я хочу сказать, что пока мы пытаемся заглянуть в завтра, пока мы пытаемся заглянуть завтра, мы упускаем множество возможностей, которые есть у нас сегодня. Мы пока попытаемся заглянуть немножко вперед, мы упускаем то, что происходит с нами сегодня. А именно сегодня, именно сегодняшние мои поступки, именно сегодняшние мои действия, именно сегодняшние принятые решения определяют мое будущее. Смотрите, что говорит Иисус в Новом Завете. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы. Библия говорит, чтобы мы научились и больше думали о том, как мы проживаем день сегодняшний. Это не говорит, Иисус не говорит здесь абсолютно, не имеет в виду, что мы должны жить бездумную жизнь. Мы не должны вообще думать о том, что будет происходить, как завтра, пойдем ли мы на работу. Это не говорит абсолютно об этом. Иисус говорит, перестаньте переживать о том, что еще не произошло. Перестаньте переживать о том, само слово переживать, говорит о том, что мы пытаемся либо пережить прошлое, заново пережить, еще раз, то, что уже произошло, то, чего нет. Либо пытаемся пережить будущее, то, чего еще не случилось с нами. Библия учит нас жить сегодня здесь. Значит ли это, что мы абсолютно должны оставить мысли о завтрашнем дне? Вот проснулся сегодня, ну и все. А что там завтра, не завтра? Нет. Это говорит лишь о том, что мы должны научиться доверять Богу. Смотрите, что говорит Ветхий Завет. Сам Бог говорит. Еремий, 29 глава, 11 стих. Все мы его прекрасно знаем. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Библия, которая для меня лично является абсолютным авторитетом во всем, говорит, что только Бог знает, что произойдет с тобой завтра. И только у Бога есть намерения по поводу твоего завтрашнего дня. И эти намерения намного лучше, чем ты можешь себе представить. Знаете, когда-то однажды, я уже когда-то рассказывал об этом, но хочу начать это слово с такого небольшого свидетельства. Когда-то однажды, 15 лет назад, когда моя жизнь была совсем не такой, как сейчас, она была разрушена до основания моим образом жизни, употреблением, ну вот, в общем, преступлениями, однажды, будучи, пребывающий в реабилитационном центре, я прочитал слово. Я прочитал слово, то, что для меня было превосходством, Павел пишет, то ради Христа почел, я читаю. И именно это слово тогда определило мое будущее. Не то, что говорили обо мне врачи, которые, когда меня привозили к врачам в очередной раз, они говорили моим родителям, послушайте, у него нету будущего. Эти люди не живут, у них нет, все, это то. Смиритесь, так будет всегда, просто оставьте. Послушайте, мое будущее определило то, что сказал мне Бог. Не то, что я посмотрел в новостях, не то, что я прочитал в гороскопе, не дай Бог. Не то, не это определяет наше будущее. Наше будущее определяет Бог и Его Слово. Послушайте, и для меня сегодня быть верующим, это не по воскресеньям приходить в церковь. Это даже не приходить на домашнюю группу. Это хорошо и правильно, и это нужно. Для меня быть верующим, это поверить в Слово от Бога. Для меня быть верующим, это поверить в то, что Библия пишет, это для меня. И Библия, и Бог определяют мое будущее. Не люди, не врачи даже во многих случаях, не диагнозы, не крест, который ставят люди. Бог определяет твое и мое будущее. И сегодня я хочу поговорить о трех простых вещах, из чего состоит наше будущее. Первое – это наши ожидания. Согласитесь, у каждого из нас есть определенные ожидания по поводу нашего будущего. Мы ожидаем, не знаю, ожидаем, что дети вырастут и станут такими, как мы их видим. Мы ожидаем, не знаю, повышения зарплаты. Иногда мы ожидаем в страхе чего-то не очень хорошего. И ожидания, они так или иначе сопровождают нашу жизнь. Знаете, я так подумал себе, у нас даже от встречи с Богом иногда есть определенные ожидания. Мы приходим к Богу и ожидаем, что Бог меня исцелит обязательно. Мы ожидаем этого. Мы приходим, у вас так было когда-то, скажите мне, вы молитесь и уже предполагаете, как Бог должен это разрешить. Мы уже как бы инструкцию Богу придумали. Ну ты же как бы Бог понимаешь, что я знаю лучше, как мне надо. То я тебе сразу подсказываю. Ты там не затягивай. Давай вот это, вот это, вот это и сразу как бы. И знаете, мне очень понравилась мысль пастыря Саши Темишева. Он проповедовал и говорил о таком придуманном Боге. Вот иногда мы в молитве хотим прийти к придуманному Богу, чтобы Он осуществил наши придуманные планы. Нам так больше, нас так больше устраивает, нам так больше нравится. И знаете, я сейчас перечитывал, как-то так Бог побудил меня, я перечитывал жизнь одного из таких патриархов веры, о жизни, вернее его, Авраама. И вот я перечитывал, и сегодня хочу поделиться несколькими откровениями из жизни Авраама. Смотрите, с чего начинается описание отношений Бога и Авраама. Мы не знаем, мы знаем, что Авраам был уже довольно взрослым человеком, мы не знаем, какие были отношения у него до этого с Богом, доверительные, недоверительные. Ну вот, как бы первое упоминание, Бог заговорил с Авраамом. Бытие, 12 глава, 1 стих. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, которая от родства твоего, из дома твоего отца, в землю, которую я укажу тебе. И знаете, я хочу остановиться на этом так поподробнее. Я думаю, мы все немного знаем, кто такой был Авраам. Авраам был довольно зажиточный, скажем так, небедный человек. И вот Бог приходит и говорит ему определенные вещи. Ему надо выйти из той земли, в которой он привык жить, и пойти в ту землю, которую укажет ему Господь. И знаете, я как-то очень часто, если честно, и сам об этом говорил очень часто, вот эта встреча Авраама и Бога, она очень часто представляется, и я так не раз говорил, как вот встреча какого-то лишения. Вот Авраам жил нормальной жизнью, и тут пришел какой-то Бог и лишил его, вот сказал Авраам, оставляй теперь все, иди вот туда, не знаю куда, вот просто иди. Но знаете, я хочу напомнить. И, кстати, я встречался иногда с мнением людей, с которыми обсуждали мы жизнь Авраама, они говорили, послушай, ну вот люди часто именно поэтому и боятся, как бы приходить так откровенно к Богу, а вдруг Бог скажет что-то, что вот как бы мне совсем не нравится, меня что-то совсем не устраивает, и как бы вдруг что-то заберет у меня, вдруг что-то там, чего-то лишит меня. Вы знаете, я хочу напомнить одну простую вещь. У Бога не было цели отобрать у Авраама какое-то имущество. Бог не против твоей хорошей машины. Послушай, не бойся. Не бойся приходить к Богу и доверять Ему. Бог не против нашего имущества. Я хочу напомнить, что сказал Бог сразу после того, как Он сказал Аврааму, выйди, оставь все, что у тебя было в этой земле, и выйди сразу после этого. Бог говорит Аврааму, и я произведу от тебя, Бытие, 12 глава, 2-й, 3 стих, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и ты будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Послушайте, я хочу поделиться очень важной мыслью. У Бога есть план для нашей жизни, и Он намного лучше и больше наших с вами ожиданий. Послушайте, и наша задача – это не построить свои планы и попытаться затянуть туда Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы иногда строим планы и пытаемся затянуть в эти планы Бога. Бог, я уже, в принципе, все решил, но только мне надо, как бы, чтобы ты санкционировал то, что я уже себе решил. И мы не хотим услышать, что может быть по-другому, но по-другому от Бога это не значит хуже, по-другому от Бога это значит, что Он хочет благословить тебя в тысячу раз больше. Послушайте, мы должны в нашей жизни руководствоваться ожиданиями от Бога и приходить в молитве к Богу и спрашивать Господь, чего Ты ожидаешь от моей жизни? Чего Ты ожидаешь от моей жизни? И это не страшно, послушайте. У Бога нет плана сделать твою жизнь хуже. Когда-то кто-то из проповедников сказал, если Он вывел тебя из египетского рабства, то Он точно не ведет тебя туда-обратно. Если Он уже вывел тебя, если Он уже ведет тебя, то Он точно не хочет для тебя хуже жизни. Знаете, мне очень повезло в самом начале моего пути, когда я пришел к Богу, мои ожидания вообще от прихода к Богу, ну честно вам скажу, я не пришел к Богу с мыслью великого богоискателя, вот всю жизнь жил, не знал как. Я пришел, потому что у меня была куча проблем в жизни. Вот я пришел, потому что у меня была огромная куча проблем. И мои ожидания от встречи с Богом сводились к тому, мне бы только живым остаться. Я не хотел ничего. Вот мои ожидания сводились к простой вещи. Мне бы только остаться живым. Потому что у меня был такой огромный багаж проблем за мной, не только связанных там с употреблением каких-то веществ, здоровья и все остальное, такой багаж проблем, что у меня была одна мечта остаться живым. Все. Вы знаете, я когда вот начал проходить реабилитацию, мне попалась одна книга очень хорошая. Она называлась «Призвание и предназначение». И знаете, я начал ее читать, и вдруг я начал понимать, вместе с Библией, я читал эту книгу, и вдруг я начал понимать, что у Бога есть для меня намного больший план, чем просто остановить какое-то употребление чего-то там в моей жизни. Послушайте, у Бога для вас есть огромный план. Повернитесь друг к другу и скажите, у Бога для тебя есть план. всегда ли будет так, как я хочу? Как вы думаете, всегда ли будет так, как я хочу? Нет. Всегда ли будет лучше, чем я хочу? Да. Послушайте, если мы будем доверять Богу все наши ожидания и искать от Него в нашей жизни всегда будет лучше, чем мы ожидаем. Послушайте, знаете, что, я вот подумал над одной простой очень вещью. Наши собственные ожидания, когда они сбываются, очень сильно могут нас разочаровать. Вы со мной согласны? Иногда может быть так, что ты так чего-то ожидал, ты так этого хотел, ты к этому дошел и думаешь, а зачем оно мне надо было вообще? Я приведу вам простой пример. Я помню, мы в Карпаты поехали много лет назад и вот это, знаете, резинка, что ты прыгаешь там, ну и резинка. Ну, оно так, оно сначала все смеялись, когда кто-то прыгал. Потом, когда ты уже ступил на ступенечку вверх, уже сердце у тебя забилось сильнее и уже тебе не так смешно. Когда тебя обвязывают этим всем, то становится еще меньше смешно. Знаете, потом ты прыгнул, ну, ну да, ну не сказал, чтобы ты разочаровался, но там, на ступеньках, ты переживал намного больше, чем это произошло. Послушайте, если в нашей жизни сбудутся, я хочу сказать очень важную мысль, если в нашей жизни сбудутся ожидания Бога, мы никогда в них не разочаруемся. Мы не разочаруемся в Боге. Бог хочет лучшего будущего для тебя и меня. Второе, о чем я хочу сегодня сказать, обетование. послушайте, ожидание это наше, это то, чего ожидаем мы, это те планы, которые строим мы, это то, чего в своей жизни хотим мы, обетование, это уже то, что говорит в нашу жизнь Бог. И мы должны научиться доверять обетованиям от Бога. и мы должны научиться читать Слово и принимать его в свою жизнь. Но я хочу сегодня дать определение обетованиям. Послушайте, мы иногда очень неправильно, очень неправильно относимся к самому Слову обетование. Обетование это не обещалка от Бога. Услышьте меня. Обетование это открытая перспектива за верность и посвящение. Бог дает обетование, открывая перспективу верным. Он говорит, смотри, как в твоей жизни будет, если ты будешь мне верен, если ты пойдешь за мной, если ты доверишь свою жизнь мне, смотри, как в твоей жизни может быть. Иногда, послушайте, мы впадаем в две крайности, либо мы все взваливаем на себя, и мы приходим в церковь, но все наши трудности, все наши заботы, все наши переживания, семью, дом, работу, мы пытаемся тянуть на себе, а церковь это так, это просто по воскресеньям. Или вторая крайность, мы все хотим переложить на Бога. Ну я ж в церкви, ну Бог же обещал, ну Бог же обещал, ну то, что я грешу так пять дней на шестой каюсь, на седьмой в церковь, это ж, ну Бог же обещал, ну и если что-то не происходит, я обижусь на Бога, ну или в крайнем случае на пастыре, можно, он тоже заодно с Богом, это они заодно с Богом, хотят мне худшей жизни, ограничивают меня, вот, ну, послушайте, Бог второй раз говорит Аврааму, Бытие, пятнадцатая глава, с пятого по седьмой стих, и вывел его вон, и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их, и сказал ему, столько у тебя будет потомков, Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность, и сказал ему, Господь, я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение, послушайте, и тут очень важный момент, здесь написано, Авраам поверил Богу, поверил когда? Тогда, когда уже все наладилось, тогда, когда уже все было хорошо, тогда уже, когда спаслась вся семья, тогда уже, когда ты исцелен, тогда уже, когда твоя жизнь полностью восстанавлена, когда Авраам поверил Богу, тогда, когда у него еще ничего не было, и он вменил ему это в праведность, послушайте, обетования от Бога активируются, если так можно сказать, с помощью нашей веры, иногда тебе нужно просто поверить Богу, поверить то, что Он сильный, поверить то, что Он может, иногда нам надо стать из верующих в Бога, верующими Богу, нам нужно научиться доверять Богу, обетование это слова веры в твою жизнь, слова Бога, который верит в тебя, слова Бога, который доверяет тебе, послушайте, был ли у Авраама выбор не поверить сказанному Богу, был, Бог не насиловал его и не говорил, ты обязан поверить в Него, но Авраам поверил Богу, и в Евреям уже в 11 главе в Новом Завете написано, без веры уходить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал и ищущим его он воздает, послушайте, иногда в нашей жизни будут происходить необъяснимые вещи, необъяснимые обстоятельства, необъяснимые может быть какие-то моменты и трудности, но нам нужно в этот момент научиться верить Богу, который за тебя отдал своего сына, который говорит в твою жизнь обетования, которые обязательно сбудутся, если ты останешься ему верным, послушайте обетования о том, что спасется твой дом, дано тебе в награду за твою верность, обетование, о том, что твои дети и твое наследие будет служить Господу, дано тебе за твою верность, оно не дано тебе просто как обещание, как бы ты ни жил, что бы ты ни делал, если ты прочитал это в Библии, то так обязательно будет, а ты в принципе делай, что хочешь, веди себя как хочешь, живи как хочешь, послушайте, обетование от Бога и звание праведника не снимало с Авраама абсолютно никакой ответственности, Бог, написано, вменил ему веру в праведность, и Авраам бы уже мог расслабиться и сказать, ну все, Бог пообещал, я лягу и буду лежать, Бог пообещал мне большое потомство, великое наследие, и теперь я могу расслабиться, ничего не делать, это ж Бог пообещал, пусть выполняет свои обещания, от меня тут больше ничего не зависит, послушайте, вера Авраама и его праведность послужила ему руководством к действию, Библия это руководство к действию, и вера это руководство к действию, вера без дел мертва, вера оживает и обетования оживают с помощью наших дел, которые мы делаем, и последнее о чем я хочу сегодня сказать, наши действия, и так Бог открывает Аврааму определенные задачи, определенные вещи, которые, скажем так, будут происходить в его жизни, он дает ему обетование очень сильное, о огромном потомстве, которое будет, о огромном благословении, которое будет, между прочим, если читать дальше, то Авраам стал еще богаче, Авраам был чуть ли не самым богатым человеком на всем Ближнем Востоке, это все результат тоже хождения с Богом, это не результат, знаете, я могу о своей жизни сегодня сказать, все, что в моей жизни есть, это не я умный, красивый, способный, это результат хождения с Богом, это результат отхождения с Богом, Бог открывает Аврааму, и Авраам задает Богу резонный вопрос, Бытие, 15 глава, 8 стих, он сказал, Владыка Господи, почем мне узнать, что я буду владеть ею, Бог открывает, ну давайте так скажем, что-то нереальное перед Авраамом, Он говорит вещи, которые на тот момент, вы представляете, ну мы сейчас читаем, мы знаем жизнь Авраама, мы читаем это в контексте всей Библии, мы знаем начало, мы знаем конец, Авраам не знал конца, он знал только начало, вы представляете, Бог приходит и говорит, а тебя произойдет огромный народ, миллионы людей, ты будешь отцом миллионов людей, и Авраам задает резонный вопрос, Господь, как я узнаю это, дай мне какое-то подтверждение, мне нужно, мне нужно какое-то подтверждение твоим словам, и Бог говорит к нему, Бытие, 15 глава, 9-10 стих читаю, Господь сказал ему сразу после этих слов, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу, молодого голубя, он взял всех их, рассек пополам, положил одну часть против другой, только птиц не рассек, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их, три вещи, которые сказал Бог Аврааму в ответ на подтверждение обетования, первое, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни сбывались обетования и чего-то достичь, научись жертвовать, начинай с жертвы, послушайте, приготовься к жертве, Бог сказал Аврааму сразу после слов обетований, когда Авраам спросил, Господь, как я узнаю это, он сказал, сооруди мне жертвенник, приготовься к жертве, послушайте, если Бог сказал, что твоя семья будет спасена, что твой дом будет счастливым, что твои дети будут служить, приготовься к жертве, это не будет происходить само собой, это не будет происходить просто потому, что тебе так хочется, просто потому, что ты прочитал и будешь повторять это, приготовься к жертве, хочешь хорошую благословенную семью, приготовься вкладывать туда максимум, хочешь благословенную церковь, хочешь благословенное служение, хочешь хорошую, растущую домашнюю церковь, приготовься к жертве. Бог приходит туда, где есть жертва. Второе, что сказал Авраам из трех вещей, трудись и делай все возможное. Послушайте, Бог не привел Аврааму за ухо этого козленка и теленка и не сказал, вот я за тебя уже все решил. Я за тебя их рассеку, я за тебя все сделаю, ты просто отдыхай. Отдыхай, наслаждайся, наблюдай, как это все будет работать. Бог сказал, тебе придется трудиться, чтобы обетование ожило в твоей жизни, тебе придется трудиться. И это надо делать, начинать делать прямо сегодня. Ни завтра, ни послезавтра. Если ты хочешь завтра, результат, то трудиться, начинать надо уже сегодня. Если ты хочешь завтра, умножение домашней церкви, то трудиться и жертвовать, надо начинать прямо сегодня. Если ты хочешь спасения своих родных и близких, то трудиться и жертвовать в это, надо начинать прямо сегодня. Прямо сегодня начинать молиться, сеять слово, благовествовать, проповедовать, приглашать в церковь, прямо сегодня, не завтра. И третье, что сказал Бог. Будь готов защищать и сражаться за то, что я тебя открыл. Здесь написано, что когда Авраам сделал все, что сказал ему Бог, налетели хищные птицы, но Авраам отгонял их. Послушайте, иногда будет так, что слово, пророчество, слово, сказанное нам Богом, будет атаковано со стороны. Иногда твоя жертва будет попрана, но знай, твоя жертва чрезвычайно важна для Господа. Послушайте, Он видит наши жертвы, Он видит наши молитвы, Он видит наши посты, Он видит весь наш труд, Он обязательно воздаст нам за наши труды. Давайте мы поднимемся сейчас. Давайте мы будем молиться. Мы говорили о трех вещах, о наших ожиданиях, о том, что наши ожидания, мы должны иногда отодвинуть сторону и спросить у Бога, Господь, чего Ты ожидаешь от моей жизни? Какой Ты видишь мою жизнь? Мы должны в своих ожиданиях научиться доверять Богу. Второе мы говорили сегодня об обетованиях от Бога, о том, что обетования стоят реальностью с помощью веры. Может быть, вы разуверились в чем-то. Может быть, давным-давно вы получили какое-то слово, но вы уже перестали верить в это слово. Пусть сегодня эта вера живет внутри вас. Если Бог когда-то сказал, что ваш дом, он будет спасен, он будет спасен. Если Бог когда-то сказал, вы будете исцелены, вы будете исцелены. Нам главное отодвинуть подальше вот эти вопросы. Господь, что, как, когда, как Ты это сделаешь? Я хочу точно план. Нам нужно сегодня сказать, Господь, я просто верю Тебе. Если Ты сказал, то так будет. И нам нужно сегодня, прямо сегодня, принять решение действовать. Если Бог сказал что-то в мою жизнь, это не повод сесть и ожидать. Это повод идти в этом направлении, сделать все, чтобы это обетование стало реальностью. Сделать все, что зависит от меня, остальное сделает Бог. Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты верен всем Своим обещаниям. Господь, мы очень благодарны Тебе за то, что Слово Твое говорит, верен обещавший, и Ты верен Своему Слову. Ты верен всем тем обетованиям, которые Ты посылал в нашу жизнь. Господь, я молю и прошу Тебя, если кто-то сегодня утратил эту веру, верни ему, обнови нас в вере во имя Иисуса Христа. Отец, благослови, чтобы вера, которая есть внутри нас, она ожила, Боже, во имя Иисуса. Благослови, Боже, людей, которые сегодня, может быть, отчаялись, Боже. Господь, пошли в Своё Слово, Боже, которое исцелит, которое освободит, которое поднимет во имя Иисуса Христа. Отец, и сегодня мы Твоя церковь, и мы Твой народ, и мы сегодня, Боже, задаем Тебе этот вопрос, чего Ты ожидаешь от нас, Господь. Мы молим и просим Тебя, веди нас туда, куда хочешь Ты. Мы хотим идти за Тобою, Боже, в ту землю, которую поведешь нас Ты, Боже. Мы знаем, эта земля лучше, Боже. Эта земля лучше и плодовитее, чем мы видим, Боже, своими глазами. И мы хотим идти в эту землю, потому что туда идешь Ты, Господь. Отец, и я молю и прошу Тебя, дай нам сил, дай нам мужества и мудрости, Боже. Сегодня, прямо сегодня, принять решение и действовать. Дай нам мудрости сегодня, Боже. Мы благословляем всех людей, которые, может быть, сегодня арабели во имя Иисуса Христа. Может быть, прямо сегодня их руки опускаются. Благословляем, чтобы прямо сегодня они начали действовать, Боже, в направлении Твоих обетований и Твоих ожиданий. Мы благословляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Аминь.